Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и в сегодняшнем коротком видео быстренько посмотрим на рулеточку на фараона и, понятное дело, фараончика выкатим из ангара для того, чтобы посмотреть на что он способен. Ну и у вас будет понимание, стоит ли крутить эту рулетку до упора или, по крайней мере, до тех пор, пока фараон не выпадет. В отношении стоимости рулетки, ну, честно говоря, дороговато. 13 прокрутов обойдутся вам в 11 220 и, прямо скажем, фараон далеко не та коллекционка, которая стоит таких денег, но это, в конце концов, не уничтожитель какой-нибудь. Ну и в отношении 15 прокрутов здесь еще дороже, целых 17 470. Ну, рил дорого. Серьезно, разработчики, что-то вы немножко переборщили. По большому счету, в этой рулетке взять особо нечего. Да, есть сам фараон, да, есть легендарный внешний вид для данной машины, есть еще один внешний вид, есть целых 2 обвеса, анимированный аватар, серебро, свободный опыт, иксы и фон профиля. Да, бустеры на опыт. Ну, ладно, хорошо. Будем считать, что рулетку наполнили, но, честно говоря, особого качества я здесь не наблюдаю. Почему говорю именно так? Потому что, допустим, если вы заберете себе фараона, то легендарный внешний вид особо-то и не нужен, и без него машина смотрится вполне себе приемлемо. И если вы сейчас запомните, как он выглядел без легендарного внешнего вида, то, обратив внимание на внешний вид, вы увидите, что он просто немножко синее становится, ну и, да, золотой окрас появляется. Но, в целом, все вот эти фишки в виде всякого рода тряпочек и всего остального, оно так, в принципе, и остается. Да, простите, не тряпочек, бинтов. Бинтов, которым наш фараон обмотан. В общем, легендарный внешний вид, как мне кажется, что есть, что нет. Поэтому бороться именно за него, если фараона вы уже достали, нет никакого смысла. В отношении обвесов, да, не спорю, вот этот обвес на фараоне смотрится, ну, классно. Мы сейчас смотрим, правда, не на фараоне, но, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Действительно, ему подходит. Я лично считаю, что этот обвес один из лучших в нашей игре. Он действительно красивый и симпатичный. В отношении шансов, здесь, в принципе, все как обычно. И, может быть, даже немножко лучше, чем обычно, потому что бывает такое, что 0-0-4, а здесь целых 0-11. Шанс выпадения фараона и компенсация 2,5 тысячи, если фараон у вас есть. Короче говоря, ради компенсации крутить рулетку смысла точно никакого нет. Ну, а контейнеров, из которых что-то еще можно получить, в рулетке не предусмотрено. Поэтому, если фараон у вас в коллекции есть, я думаю, что в целом крутить рулетку нет никакого смысла. Сразу 22% уходит на свободный опыт и целых 35% уходит на кредиты. Причем, свободный опыт и кредиты повторяются в рулетке несколько раз. Поэтому, по большому счету, вы будете танцевать в первых прокрутах исключительно в вариациях между забираю свободку и забираю кредиты. Все остальное имеет шансы не такие уж и высокие. И да, целых 19-85% на бустеры боевого опыта. Ну, честно говоря, тоже не сильно радует. В общем, шансы выпадения машин им крайне маленькие. Я крутну буквально несколько раз. Выпадет? Слава богу, он получил на том аккаунте, на котором нет. Не выпадет, бог с ним. Для вас шансы показал, и мне этого более чем достаточно. В конце концов, на основном аккаунте фараон у меня есть. Я в свое время его заработал в игровом событии, и, честно говоря, тогда довольно-таки не кисло обрадовался. Да и сам фараон, довольно интересный танчик. Просто он не является настолько имбовым, чтобы за него платить какие-то сумасшедшие деньги. Ну, давай, что ты мне дашь? Показывай. Серебро. Нет, удивили, иксы выпали. Ну, тоже, честно говоря, как фараону при парке, потому что я на этом аккаунте не играю. Поэтому мне от них смысла вообще никакого нет. Короче, опять свободный опыт. Класс. Просто супер. Ладно, крутим еще раз на 200. Ниже 20 тысяч уходить не буду, точно. Не вижу никакого смысла тратить голду на эту рулетку. Бустеры боевого опыта. Ну, дорого. Реально дорого. Отдавать 200 голды за эти бустеры. Не вижу никакого вообще резона. Невыгодности. Короче говоря, считайте, что слил голду, в принципе, в унитаз. 50 тысяч кредитов. 400. Ну, вот как раз вписываюсь до 20 тысяч. Понимаю, что сейчас ничего не будет. Скорее всего, сейчас забираю себе опять 50 тысяч серебра. Просто потому, что на него самые большие шансы. Ну, вот вам. Вот вам результат. Ничего непредсказуемого в рулетке вообще не происходит. Что у нас получается? Шансы возрастили до 0.31. Шансы получения кредитов целых 33%. Рядом с ним валяется бустер боевого опыта с шансом в 28%. И еще 22% на камуфляж всевидящий. Да нафиг мне, честно говоря, такой камуфляж за такие деньги. Ну, в общем, крутить или не крутить рулетку, вы определяетесь самостоятельно. Я лично дальше крутить рулетку смысла никакого для себя не вижу. Я не гоняюсь за фараоном. Ну и, соответственно, не вижу смысла голду просто сливать в унитаз. Я лучше покручу следующие рулетки, которые, по моему мнению, будут более выгодными. Переходим ко мне на основной аккаунт и выкатываем фараона из ангара, чтобы посмотреть, на что он способен. Итак, ребят, как вы видите, на моем фараоне легендарного внешнего вида нет. И я, честно говоря, абсолютно из-за этого не страдаю. Зато есть обвес. И, как видите, с этим танчиком смотрится прям действительно симбиозно. Или какое там правильное слово подобрать, пишите в комментариях. Короче говоря, мне лично заходит и очень сильно. Тематика прям суперская. В отношении самого танка, скажу откровенно, мне фараон нравится. Танчик приятный, танчик интересный, играбельный и доставляющий массу удовольствия. А для меня это, в принципе, самое важное, что есть в этой игре. Получать кайф, а не гоняться за какими-то статистическими результатами. В отношении орудия здесь, в принципе, все неплохо. Может быть, кому-то поначалу не понравится время перезарядки магазина. И да, здесь барабан цикличный на три снаряда. Время перезарядки между собой снарядов внутри самого магазина составляет 2,5 секунды. Что вполне себе приемлемо. С учетом того, что вы накидываете по 250 единиц урона за каждый выстрел. Это седьмой уровень. А значит, потенциально с барабана накидываете 750 единиц альфы. А при том, что сам танк весит 1600, то это немножечко меньше, нежели половина его хп. Поэтому, в целом, я считаю барабан успешным. В отношении времени перезарядки магазина к нему просто необходимо немножко привыкнуть 17,9. Давайте округлим до 18 секунд. И это при том, что у меня здесь установлены калиброванные снаряды. Потому что от вентилятора смысла никакого нет. Я имею 194 мм по пробитию. Что в целом достаточно для того, чтобы сражаться успешно против семерочек. И в чем-то плюс-минус можно было противостоять даже восьмеркам. Главное, когда играете против восьмерок, не ехать на линию к тяжелым танкам. Ну а сразу отправляться к средним и легким танкам. Там помогать их разбирать своим барабаном. По ДПМ вполне себе реализуемый. По времени сведения и по разбросу надо смотреть в бою. Но в целом играется комфортно. Угол склонения и орудия вниз минус 7. Для данного тяжелого танка считаю вполне приемлемым показателем. Хоть и не самым имбовым, но все же удобным в использовании. В целом машина довольно-таки интересная. И я думаю, что стоит посмотреть, на что она реально способна. Ну что, друзья, поехали. И давайте будем, как обычно, по привычке обсуждать машину, начиная с ее подвижности. На месте крутится уныло. В отношении набора скорости далеко не фонтан. В отношении крейсерской скорости едет, да и едет. Это реальная подвижность данной машины. И в целом к ней привыкаешь. Я не могу сказать, что меня это прям сильно как-то ущемляет в боях. Или доставляет какого-то существенного дискомфорта. Нет, ну бывает, конечно, что в бою тебе необходимо быстро дать на пятки и свалить куда-нибудь в закат. Ты не успеваешь, получаешь пару тычек. И, соответственно, тебе от этого неприятно. Но в целом это тяжелый танк. И мне кажется, по-другому он играться-то и не должен. Что могу сказать в отношении эмоций, которые вызывает машина. Эмоции положительные. Потому что ты, когда приезжаешь вместе со своими союзниками. Если твой соперник отвлечен на них. Вот так вот бодренько накидываешь ему урона. И в целом получаешь от этого массу удовольствия. Если вдруг не реализовал снаряды, сразу перезаряжаешься. Потому что одна тычка в 250 единиц среднего. Ну, действительно, погода не сыграет. Поэтому лучше потратить время на полную перезарядку магазина в целом. В отношении орудия. Сводится долговато. Хотелось бы, чтобы сводилось быстрее. Это факт. И от этого никуда не денешься. Это в отношении точности. Но, как вы видите, точность есть. Вполне спокойно сейчас в краюшек кормы накидываю. Единственное, что остаюсь опять с одним снарядом. И ухожу на перезарядку. Пускай я перед собой смертник АФЦМ. Который поедет сейчас получать в дыню. И параллельно будет Ягу пытаться разобрать. Что могу сказать от себя. Танк интересный. Танк веселый. Танк фановый. И действительно доставляющий удовольствие. Стоит ли крутить рулетку до конца? Ну, наверное, все-таки нет. Потому что стоимость данной машины куда ниже, нежели стоимость полного прокрута самой рулетки. Будете ли вы получать удовольствие от игры на данной машине? Ну, думаю, да. Причем даже если вы не любитель барабанных танков в нашей игре. На это играется как-то спокойно. И вот этот вот стандартный прикол. И все негативные моменты игры на барабанных танчиках. Не настолько это все велико, как на многих других машинах. То есть здесь играешь с комфортом и удобством. Поэтому, знаете, мнение по машине одно. А по рулетке совсем другое. Лично я вполне спокойно за данную машину отдал бы 6500 голды. Для того, чтобы поставить ее себе в ангар. Но это только если я буду знать, что за эти 6500 голды она действительно в ангаре у меня появится. Короче говоря, я думаю, смекаете. К чему конкретно я говорю. Но доберу? Нет. Нет, не доберу. Добрали раньше меня. Ни одного фрага не сделал. Но бой вырезать не собираюсь. По одной простой причине. Потому что хочу показывать вам все таким, какое оно есть на самом деле. Самый грамотный мой поступок в этом бою заключался в том, что я не поехал изначально против тяжелых танков на стандартное направление тяжей. А поехал через направление легких и средних. Там, где от меня больше толку. Ну и соответственно накидывал по засветам. 1612 единиц нанесенного урона дают мне знак классности. Третьей степени. В отношении фарма фараон однозначно не предназначен для того, чтобы на нем серебро горами вывозить из боев. Ну а в отношении моей результативности по команде, я думаю, в лучшем случае средничком. Ну вот, пожалуйста. Чисто среднее место в команде. И в целом это все из-за того, что попадаешь в бой против восьмерок. И если попадаешь в бой против себе подобных семерочек, то вполне спокойно можешь рассчитывать на тройку лидеров. А то и на лидирующее место в своей команде по данному показателю. Как я уже сказал, фараон в целом машина интересная. А вот то, сколько за него платить, это уже думайте самостоятельно. Мое дело показать танк таким, какой он есть. А рулетку показать честно, без прикрас в отношении шансов выпадения. Ну в данном случае на первых прокрутах главной награды. Побежал снимать следующее видео специально для вас. А вам, друзья мои, искренне желаю мира и обязательно спокойствия. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok